Второе соборное послание святого апостола Петра. Глава вторая. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, И если города садомские и гоморские осудив на истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь. Как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, Презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Эти безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Субтитры создавал DimaTorzok